Девушки отдыхают Понятно? Есть причина. А вы ее знаете, причина? Сулейкин все знает. А вы с ними тут познакомились? Я с ними познакомился пять лет назад в тропическом порту Коломбо. Хочешь верь, хочешь не верь, а дело было так. Матгруза, уходи! Уходи, сматгруза! Да, на натяжке не зевай! Ага, лево бери! Лево, лево! Товарищ вылево, а? Боюсь, как бы... Да, только не вмешивайтесь, я сам обо всем договорюсь. Груз прибыл, товарищ капитан. Можно принимать. Вот и отлично! А какой груз? Груз палубный. Всего 12 мест. Документы в порядочке. А все-таки, какого характера груз? Я же говорю, 12 мест. Так, значит, начинаем погрузку? Да, да, конечно. Вот уж знает он, какого нашего груза на рамках. Матя, работа, работа, работа! Да у меня еще не выходит. А может, лучше я спою, а? Митя, давай! Шаланды полные кипали. В адресу Костя приводил. И все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, Звенил я к морю за бульваром. Так вы говорите, 12 мест. Ага, 12. В адресу Костя, в адресу Костя, в адресу Костя, в адресу Костя, в адресу Костя. Сейчас скажу, хорошего. Я уже два года не капитан, а помощник. Попрошу без заискивания. А теперь скажут, а вас попрошу в рабочее время не отвлекать. А вас попрошу в рабочее время не отвлекать команду. Делаю вам замечание. Вы сами бездельничаете. И другим не даете работать. Если вы племянница капитана, то это еще не значит. И попрошу не привлекаться. А я еще не привлекаюсь. Нет, привлекаетесь. Я по вашему лицу вижу, что привлекаетесь. А я говорю, не привлекаюсь. Так вот, вы же привлекаетесь. Нет, привлекаетесь. Товарищ буфетчица, перестаньте привлекаться. Да. Олег Петрович, прошу вас. Сейчас начнется погрузка, приглядите. Хорошо. Такая взрослая девушка, ведешь себя как девчонка. Ты должна быть образцом. По тебе должны равняться. Да, по тебе должны равняться. И можешь меня не передразнить. Чего вы меня оба надоели? Все знаю заранее. Подумай, Марьянна, как ты бессистемно живешь. Что ты понимаешь, Марьян? Твоя мать просила взять тебя в рейс. Я думал, море сделает из тебя человека. Надо же наконец чем-то заняться. Всерьезно. Все мне надоело. И море ваше противное. И корабль ваш противный. Вот видишь. Ага, и Олег ваш противный. Петрович. Сама виновата. Олег Петрович строг. Да. Но справедлив. Да он ко мне придирается. Он вообще на меня внимания совсем не вращает. Вот ты уже противоречишь сама себе. Да. Маришенька, умоляю тебя, как дядя и капитан, перестань с ним ссориться. Одному я хочу, чтобы кончилось это глупое войное место. Тобой и старшим помощником, чтобы в коллективе наступил мир. И тишина. Мир и тишина. Что это такое? Кто разрешил? Вы, товарищ капитан, как условились, 12 палубных мест, 10 тигров, 2 торгать льва. Только диких зверей мне не хватало. Какой страшный. Илья Систипович, он не вылезет. Это быть. Если бы вылез, он от нас бы тут косточки не остался. Во, Илья Систипович, он скажет. Майна, стрелу, майна! А если да, знаете, что зверей сопровождает неукротитель, а работник пищеблока. Я не понимаю, вы же сами просились вместо заболевшего зверобоева. Просился? Не могу больше, понимаешь, я держу всем длинный титаю, как свечу. А я не могу больше держать здесь купленных зверей. Они всю валюту съели. Лошадь в день на инвалюту. Торг-пред разрешил вас отправить. И поезжайте. Я не понимаю, что вас смущает? Зверей вы меня смущает. Работал я тихо, мирно в торг-предском бурзете. Максимальное зверство, с какими я имел дело, нарезал любительскую колбасу. И вдруг... Тихо. Парадокс. Подвели вы меня, товарищ. Знал бы характер груза. Ни за что бы не взял. Вот. Я прошу проверить. Тигры. Штук десять. Прописью десять. Львы. Штук два. Прописью два. Клетки. Штук двенадцать. Прописью двенадцать. Мясо. Канино. Килограмм пятьсот. Прописью пятьсот. А вот товарищ Шулейкин, очень опытный укротитель. Он будет сопровождать груз. А, очень-очень приятно, да. Все-таки с укротителем будет спокойнее. За спокойствие вы не беспокойтесь. А это еще что? Вот. И мешок. А мешок зачем? А, это как бы премия оптовому покупателю. А вимериной фирмы. Не понимаю, какая премия. Что там, мешки? Что, что? Позвольте. А где мешок? Мешок где? Не мог же он сам уйти? Ой. Да ты чего? За тигра меня приняла. Какой там тигр? Я сейчас такое видела. Какое такое? Страшное. Большое. И само ходит. Человек, что ли? Нет, не человек. Нет, животное. И не животное. А, что же это? Не знаю. Такое круглое. Так. Само ходит. А. Само ходит, понимаете? Как привечи. Да ладно, ври больше. Возвращаемся из према в Одессу. На судне отмечены совершенно необъяснимые таинственные явления. Я, запятая. А именно... Можно? Ходите. Что такое? Откуда клякся? А? Это не я. А кто же пролил чернила на вахте на журнал? Так, мистика. Все-таки, товарищи, на корабле происходит что-то необъяснимое. Я не верю в мистику, но этот исчезнувший мешок, эти таинственные пропажи, исчезает телевашка. То, какая тень появляется на полубаке, то из закрытой чернильницы льются чернила на журнал. Вот могу поклясться, меня сегодня ночью кто-то тянул за волосы. Гайка. Вот. У меня гайка. И у меня. А у меня болт. Ну все. С первым блюдом покончено. Хоть бы второе оказалось сидовым. Где наше второе? До смерти ее посылайте. Буфетчица? Буфетчица. Ну за что мне такие мучения? Целый день ходить мимо этих чудовищ. Буфетчица? Мариана! Можно мне пройти? Миленький, хорошенький, а? Ну что я вам сделала? Ну что? На сосиску, на, на. И тебе, на. И тебе, на. Спасибо вам. Спасибо, я пошла, пошла. Спасибо вам. Так, что у нас сегодня на второе? Сосиски. А почему вы говорите о ней во множественном числе? Товарищи, кушайте борщ. Кушайте, кушайте. Очень вкусный борщ сегодня. Так, борщ несъедобен. В нем скобяные изделия. Так, гайки и контргайки. Не может быть. Не может быть. Часы. Ходят. Ходят. Это не часы, это мой хронометр. Олег Петрович, вы не скажете, который час? Вас интересует час? Самое время вас, простите, выпороть. Извините за выражение. Ай, Мариана. Чего они пристают? Ей-богу, не Мариана же гайки в борщ бросает. Дело. Дело, вот эти дела. А может, диверсант на судне? Кто взял швабру? Мариш, ты? И не думала? Ведь только на секунду отвернулся. А все же мы. Нет, это точно. Диверсант, диверсант работает. Что вы здесь стоите? Уборку у вас сделала. Что нельзя? Мать честная, точно диверсант. Смотри, все перевернул. Господи, когда же он успел все перевернуть-то? Так, спасибо за уборку. Но это не я. Я, правда, я ничего не трогала. Я же только что, вот, только что, вот прям. Да, да, только что. Вот, я ничего не трогала. Мне, товарищи, порочно провести информацию о тиграх, а также инструктаж по технике безопасности. Товарищ, укротите. А вы можете укротить мышь? В кладовке живет мышь, туда ходить страшно. Мышь – мелкий хищник. А я работаю по-крупному. Нет, ну объясните, как вы воспитали в себе такую сумерность? Товарищи, кончайте базар и глупые вопросы. Здесь я товарищи нарисовал, как умел, тигра в разрезе. Вот это у него кострец. А здесь – аргузок. Здесь – подбедрок. А вот это – ливер, галлеё, вымер. Ну, короче сказать. Так, все, капитан, или я, или она. Олег Петрович, дорогой, что опять случилось? А там все написано. Или я, или она. Или она, или я. Видят очень хищный образ жизни. Живет преимущественно в дремучих джунглях. А чем он там питается? Могу ответить. Два дня – конина. Третий день – говядина. Ну, и рыбий жир для витаминов. А я читал, что он человеческими жертвами питается. Не без этого. Когда кончается конина и говядина, чем же ему питаться? Не, да, а почему они на морейшку не рычат, а? Я сколько раз замечал – не рычат. Не рычат, потому что они укрощённые. Понятно? Лично мной. Вот этот, к примеру, не кидру. Овечка. Все кончено. Моё терпение иссякло. Я отдаю тебя под суд. За что, дядя? Я тебе больше не дядя. Вот теперь я знаю, кто творит все безобразия на судне. Вот рапорт старшего помощника. Дядя, честное слово, ничего не делаю. Я не дядя. Я ничего не делаю. А кто устроил погром в моей каюте? Тоже не вы, да? Не я. А кто же? Кто? Скажи, кто? Ну, кто, кто? Кто? Вот кто. Вот кто. Отпустил макаку на судно. А чья тельнешка-то на ней? Какая же это макака? Это обезьяна типа шимпанзе. Поймать! Немедленно поймать! Обезьяна на судне! Все и пирамиды! Все и пирамиды! Все и пирамиды! Поймай! Поймай! Вот она премия фирмы! Товарищ укоротитель, вы бы ее изловили бы! Это же все-таки по вашей части! Обезьянами не занимались. Тигра, лева, давай! Могу еще вне исключения взяться за крокодила! Но макака... Олег Петрович! Продолжаем ловлю! Нужно ловить организованно! Без системы в жизни ничего не добьешься! Значит так, половина команды под начальством старшего поморщика, огонь до обезьяну по левому борту! Вторая половина! Под командой механика по правому борту! Я пойду по центру! Таким образом обезьяна стратегически неизбежно попадает через этот люк! Вот туда! В трюм! Ясно? Бот, Манеко! Приготовьтесь с трюмом с презентом! И как только макаку вонял сверху, вы ее... Хлоп, все! Все ясно! Берите презент! Начали! Вот она! Вот она! Выключил лебедку! Лебедку выключите! Выключите! Лови ее! Держи! Все! Что тут? Что тут? Тихо, тихо! Ура! Ну, а сверху как загонет, а? А мы ее хлыкнули. Ну, ну, точно как приказал Кэп. Ну, тихо, 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 сидеть. Вот придет капитан, он тебе покажет, как гайки в борж сыпать, а? Сиди, 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 кому говорят. так вон она наверху хочу же мы поймали шевелится открывать и осторожно да и а если дидидидиди диверсант или мина замедленного действия неужели твой товарищ капитан а мы там все аккуратно по системе какая досадная чутка тоже капитан поцману и повару за энергичные действия по поимке обезьяны объявить благодарность приказе хотя между прочим можем у ногой-то не того я же не вам я . я обезьяне поддал не зачем было поддавать ну что я была виновата я еще рапорты пишут а что касается рапорта да олег петрович ошибся но ты сама его довела ты же прекрасный человек дисциплинированная работа не понимаю за что ты вот так не любишь какие вы все глупые не любишь не любишь да кто тебе сказал что его не люблю поставить так неужели ты его да 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 а он об этом даже не нет 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 все твои дерзости это это из за и на это я сумасшедшая любовь вы только подумайте любовь вот она не может даже решить чем в жизни заняться просто смешно 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 ты знаешь что любовь это чудо любовь облагораживает человека любовь может заставить броситься в огонь скажи честно готова броситься в огонь кажется нет и это лишь любовь любовь коня на скаку остановит в горячую избу войдет скажи честно войдешь в горячую избу ты что ненормальная что ли да ну тебе не все рождаются героями постарайся завоевать его уважение будь аккуратно трудолюбива любовь я постараюсь опять ты отдай мою трупку немедленно отдай у меня другая есть а ты знаешь что тебя приказано запить ну что же мне с тобой делать-то приятель так тихо давай-ка быстро в шкаф войдите я олег петрович я все думаю да об этой проклятую где искать искать ее больше не надо я ее поймал и выкинул за на борт согласно вашему приказу что вы действительно железный человек я бы наверно дрогнул олег петрович что это зеркало а а мне показалось что у меня какой-то странное выражение лица что-то я не брит а странно так вот я хотел поговорить с вами о вашем рапорте да вот да теперь когда установлено что хулиганил на судне покойная макака а не мариана ну и что не извиняться же мне перед ней а почему нет девочка очень старается быть хорошей я видел она вам китель постирала и погладила у меня есть принципы ну я что придираю женщин это ужасно сам извиняться перед девчонкой не хочу не могу и не буду у меня вахты извините я вам китель принесла спасибо мать ты мне друг нет мариана андреевна я не друг я влюбленный ну тем лучше а ты знаешь что такое любовь не понял ты можешь броситься в огонь могу мариана андреевна а коня могу мариана андреевна только только прикажите а отомсти за меня одному человеку отомстить говорите кому с торпом чтоб тебя не обнаружили дверь будет всегда заперта и ты открывай только мне на три стука понял понял посмотри три удара в дверь я тяну задвижку видишь и получаю кусок сахара теперь давай ты ты умница на держи сахар ты стой стой ты что на трёх считать не умеешь что ли так это чужой сгинь давай 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 что это тигриные следы чего не понимаю мистика ступай в кладовку мне перец нужен а мышь давай давай на полусогнутых ну надо 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 брысь брысь я тебя прошу а мариша ты чего ну чё она ко мне лезет а тихо иди не опасайся нет уж там мыша я позаботился нет есть а я видела а чё ты их так боились а не стыдно тебе нисколько я когда маленькая была никого не боялась ни лошадей ни собак ни коров и они меня не трогали и сами все за мной ходили а у меня даже лисенок жил а как выросла стала бояться мать ну сходи вместо меня в кладовку сходи мать ну сходи вообще то я тоже мышей не уважаю но чего для вас не сделаешь мариана я на все готов выключатель слева а что там вот держи да ну я не а кто туда мышеловки то поставил ну я поставил так я на мыша оставил вот я снимай спасибо это ты снимай спасибо мотенька я за твою геройство тебя поцелую в лобик а спасибо мариана мариан а мариан а может это не тигры мариан а чей человечек а может быть не стройте себя дурочка кто вам позволил выпускать тигров из клеток и зачем да пусть он скажет зачем да да я это делаю каждую ночь да товарищи тиграм надо гулять чтобы не было архит и ночью я их пасу но все равно у меня бессонница вот и все все нет не все если вы еще раз выпустите их я я я я посажу вас в цепной ящик поняли ящик где хранятся якорные цепи ботсман есть позаботьтесь чтобы укротитель спал по ночам без проспу под вашу ответственность а вам олег петрович строгий выговор с занесением в личное дело на судне пасутся тигры все я готов нести пару я я посадите меня под аренду самую одессу куда садится где я убирайтесь вон вместе с вашими тиграми таинственные следы продолжают появляться отказались выйти на вахту три кочегара они утверждают что видели ночью тигра запятая который смеялся как человек старпому объявлен еще один строгий выговор с предупреждением и и Товарищ муфетчица, потрудитесь принять вертикальное положение. А-а-а, так, так это вы, это вы делали, да? Ну, кому же еще придет в голову надеть подушки и оставлять тигриные следы? Ай-яй-яй! Слушайте, соблюдайте дистанцию! А это не я, это качка. Нет, ну зачем, зачем вы это здесь делали, а? Что за цирк, а? Ходить по ночам на четвереньках, ну бред какой-то. Да потому что, потому что я вас терпеть не могу. Ах, вы не можете. Потому что вы, вы отравитель моей жизни, потому что вы и делаете со мной что хотите. Дистанцию! Дистанцию! Можете бросить за борт, как в артышку бросили, вы на это способны. Я дистанцию сказал, держите дистанцию. Это качка! А вот что, вот что. Идите спать, и чтобы это было в последний раз. Ну и почему же вы не ведете меня к капитану? Потому что вы очень глупая девчонка, и мне вас просто жалко. Не надо мне вашей жалости. Я вас, я вам, я вам не позволю себя жалеть. Это я, дядя! Входи, все равно не сплю. Знаете, кто делал эти гримные следы? Кто? Это я, понимаете? Я. И ни капельки не раскаиваюсь. Вот. Не может быть. Не может быть. Позор какой. Член нашего коллектива. Работник пищеблока. И кого ты подводила под выговоры Олега Петровича? Вот она твоя так называемая любовь. Она только на такую глупость и способна. Ой. Как ей только не меняла профессию, ведь какое легкомыслие. Кем только не собиралась стать. Да, правда. Я еще не нашла своего призвания. Не нашла? Когда найдешь, откуда ты будешь знать, что нашла? Не, ну я тогда сразу почувствую. Каждый человек на что-то способен. Только иногда не так-то легко найти свой талант. Ничего ты не найдешь. Ничего из себя не выйдет. Вот так вот и останешься в жизни. Балластом. Лично я не вижу ничего смешивания. Пойми, Маришка, главное в человеке система. Порядок. Собранность, аккуратность. Ну что, что? Ох, мне тебя нужно. Не трогай меня. Мне не о чем с тобой говорить. Да поддержки же у меня из подкиделями весят. Хватит, хватит. Смешно. Тебе смешно. Все, хватит. Властью капитана сажаю тебя под арест. Ну, выходи. На штрафные работы. В камбуз. Мелкой рысью. Мелкой рысью. Мариша, мы с тобой. Мы как мушкетеры. Ага, катись отсюда, мушкетер. Мелкими брызгами. Ну-ка, невелено общаться. Пошел, пошел. Так, вот картошка. Картошка, очистки кидаю в ведерко. Отбываете, значит. А ведь мог бы я невинно пострадать. Какой вартер? Процентов сорок дает? Вот. Человек. Это человек, это укротитель зверей, а понимает даже кулинарию. А тебя учи, не учи. А кто раскладочка утверждает? Старпом. Олег Петрович. Серьезный товарищ. Капитан против него куда пожежет? Так он сам был капитаном. На этом же Евгении Онегине. Вот понизили бедняку. И за что же это? За пассажирку. Пассажирку, чисти, чисти. Он в нее влюбился без памяти. Она ему мозги крутила. Красивая была артистка по профессии. Фигурой на ходу повеливала. Он просто дух захватывал. Эх, лавры, лавры-то я забыл положить. Вот, чисти. И вот подходим мы к Одессе, к причалу. А пассажирка шасть к нему на мостик. И говорит, так мог и сяк. Все это ошибка, взаимное заблуждение. Я вам забыла сказать, что я замужем. Вот меня, вон, муж встречает. А вам счастливо плавать. Олег Петрович стоит в остолбенении. А Онегин полным вперед работает. Так мы с полного хода и резанули в причал носом. На меня бочок с компотом, как жахтый. Жахтый. Ой, страшно вспомнить. Ну, тут и кончилось его капитанское. Компот жаба. Да. Может быть, это было у него минутное увлечение. Давай, давай, давай. Чисти. Все ты слушаешь, ты работаешь. Ты ничего не слушаешь. А мне неинтересно даже. Ну, вот ты мне ответь, какая от тебя в жизни польза? Почему у тебя в супе очистки, а в ведре картошка? Никакой пользы от тебя же нет, кроме вреда. Ну, че раскисло, как недуга. Я тебе обед принес. Неси назад. Я объявляю в голодовку. Чего? Я требую, чтобы сюда пришел старпом. Пока не придет, ничего не буду есть. Ну, не дури. Ну, скажи лучше, куда вилки ложки дела? Команде есть нечего. Ешьте руками. Придется топом, тогда скажу. Ладно. А что за компот-то? С персиками? А какая тебе разница? Ты же заявила голодовку. Ладно. Компот оставь. А по-стальному голодовка. А зачем вы меня вызвали? Я хочу попросить у вас прощения. Мне очень стыдно, что я вас дразнила. А чем вызвано ваше раскаяние? Вы мне не обманете своей суровостью. Я ведь понимаю, какой вы. Я всегда думал, что вы вздорная, ни на что не годная девица. Но сегодня вы готовы унижаться, извиняться, лишь бы вас отсюда выпустили. Сцедитесь. А кроме того, не я вас сажал. И это все, что вы поняли? Все. Все. Давай я тебя буду кормить. Ты варестишь большой, как тигр. Пойдешь и загрызешь его. Дурака такого. Ладно? Не подходи. Соблюдай дистанцию. Ох, и глубже ты, братец. А я, кажется, еще глупее. Можно к вам? Олег Петрович? Лежите, лежите, лежите. Я... Я пришел не как начальник подчиненному. Ох, я все думаю о Мариадне. Не слишком ли я с ней суров? У нее было трудное детство. Трудное, собственно, для ее родителей. Что она вытворяла, это же... Ну, это была веселая и добрая девочка. И одна косичка всегда торчком, как ухо у щенка. Что вы сказали? Это труд. Труд, вот что спасет девочку. Вот тот самый благодетельный труд, который превратил обезьяну в человека. И раз, и два, и три. Маришка! Брось, не купишь? Кореша! Полутра! Кажется... Куда ты? Штурвал держи! Мамочка! Уходим через окна. Да, уходим. Слышь, бегите к радисту. Я вас ввести в команду. Я в окно. Дай, давай... А, вы... Я пара держи, разопастуй. Штурвал. Ролевая рубка. Кто на вахте? Сердце старик. Совсем разберел. Не понял вас, Василий Васильевич? Ну, ладно. Я преступница и сижу в тюрьме. Но дайте же мне поесть. Я отменяю голодовку. Я все, все скажу. Вилки и ложки в нижнем ящике. Товарищи! Вы про меня забыли. Конечно, там нам хорошо. Ну! Братишки-полутры! Ты, товарищ, еще не знаешь Ботлана. Меня так просто без хрена не сожрешь. Товарищ укротитель. А вы зачем здесь? А ну, иди. Иди, приступай к исполнению служебных обязанностей. Работай, укращай! Помогите, помогите. Помогите, помогите. Иди, иди. Укротитель. Держите его, держите его. Нет, вы тебя никогда не денешься. Не, ты, товарищ. Сообщение! Ты тебя мы тут продаем. Ай! Еще минутку! Включаю трансляцию. Всем, всем! Спокойствую, товарищи! Влекать капитала тигров ничем тяжелым. Несить и шкурить не портить. Груз государственный должен быть доставлен в целости и сохранности. Каждый дверь стоится как нынешний золото. Вы, ойди. Информирую себя. Передо мной крупный ничник. Его героически сажали дверью. Второй помощник и матрос первого класса. Первого класса как нынешний. Ай! Держи ты его! У него слюна. Слухом капает. Братцы! Нет, не бойтесь. Не бойтесь. Ай! 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 Мужики! Продолжаю перетачу. А-а-а! Он летит дальше. Я качаю перетачу. Ухожу через окно. Товарищ, не шуйте трос. Я не забрось валюсь. Мамочки! Копался? Ну, прекратите. Бил бы я к тебе поближе. Я бы тебя достал бы из клетки. А-а-а! Эй! Э-э-э! А-а-а! Ой! Помогите! Спасите! Эй! 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 Клетка поехала! Вы что не видите? Эй, клетка поехала! Я заеду в клетку! Ой! Сейчас рука в море! Помогите! Я баба тебя убью! Амба! А-а-а! А-а-а! О, господи! Господи, спасибо! Бар... Господи, спасибо тебе, господи! Ой! О-о-о-о! Опять клетка поехала! А-а-у! Ой! Помогите! Спасите! Держите меня! Держите меня! Держите... Ой! О, да я! Я, 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 я! Я вам всем верил, ладно! Я! Укропите, Валерий Заванил, а я за него вызвался! А моя профессия пищевлог! Я бубенчик! Домой захотел поодеться! Соскучился! Елисей Сипанович! Елисей Сипанович, напоминаете, что... Все-таки я был... Я был человек! Ой! 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 Спас... Спас... Ой! Спасен! Нужно пробраться к штурвалу! Нужно застопорить машину! Сейчас попытаюсь! Товарищ капитан! Да? Я беспокоюсь о вашей племяннице! Она там одна! Это... Это счастье, что она под замком! Она в безопасности! А вот что нам делать? Смотрите! Кто-нибудь! Отгоните зверьё водой! Отрубки! Судно гибнет! Идёт на рифы! Иду к штурвалу! Ещё минута и будет поздно! Человек! Да здравствует свобода! Марьяна! Марьяна! Сейчас же перестань! Слышишь? Загоняй! Клет! Ничего не понимаю! И не поймёте никогда! Быстрее! Быстрее! Коряность какую остановит! Горящее из него идёт! Я в рубку! Спасены! Садись! Садись полосатый! Осторожно! Зачем? Ну садись же на попку! Садись! Сел! Сел! Молодец! Умница! У меня разорвётся сердце! Марьяна! Я умоляю тебя! Слышишь? Я умоляю! Загони к клетке! Ладно! Только для вас, товарищ капитан! Спасибо! Ну хватит! Поиграли, теперь домой! Прощайте, товарищи! Прощайте! А на! Ой! Сейчас он лопнет! Пошёл! Пошёл отсюда, пепишник! Ну что ты жуёшь, такую пакость глупой какой! Прощайте, товарищи! Ой! Тянет он меня к себе! Пасть! Ой! Марьяна! Это ты! Мотенька, Мотенька! Держись, пожалуйста! Держись! Держи спасательный круг! Спасибо! Марьяна! Тут ещё один лежит! Я не могу! Спустите! Спустите! Чего ты тут разлёгся? Как, когда вы сейчас? А что они тебя не трогали? А я туда знаю! Сама ничего не понимаю! Слышишь ты, красноносый? Не боюсь я вас больше, ни чуточки! Можешь домой! Вот так! Хорошо! Домой, домой, домой! Марьяна! Сиди скорее! Опять якорь! Кому? Есть одна свяка! Один, два, три! Как? Все на местах? Да, вроде все! Что с тобой, Маришенька? Дядя! И всё-таки и я на что-то пригодилась! Правда? Мариша! Что с тобой? Я держу! Олег Петрович! Сорольненько! Несите её к себе в каюту! Несите! Ничего, ничего! Это от волнения! Так, одиннадцать, двенадцать! Кто, Жаня-то? Жаня-то здесь! А ну, выходи! Укротитель! Пришёл извиниться перед вами! Вы... Вы удивительная девушка! Я даже не знал, что такие бывают! И, пожалуйста, забудьте всё, что я вам говорил раньше! Никогда, никогда, ни за что! И не воображайте, что сегодня с тиграми... Что я... Что это я из-за вас! Вот съели бы они вас! Я бы и не заплакала! Мария Анна, послушайте! Не желаю я вас слушать! И видеть вас не хочу! Простите! Мышь! Я боюсь! Чего он ко мне лезет? Ой, Господи! Смотрите, какой он маленький! Кыш-кыш! Убирайтесь вы оба! Отсюда! Прощайте! Мальчик, новости! Хорошие новости! Хорошие новости! Да полный египалит! Простите кое-кере, мадил! Ну что ж, Троич! Уходит, наконец-то, капитаном на дружбу! И ему, пожалуйста, тебе! Некому тебя будет пилить! Уходит! И все бежики вставали! Ты уходил! Ну и пусть уходит! Ты понял? Пусть уходит! Да-да, Олег Петрович, я вас понимаю, ты всегда оставляешь кусочек самого себя, когда уходишь с судна. Зато вы избавитесь от неприятностей, которые вам доставляла моя премиальница. Я должен перед вами за нее извиниться. Ну, словом, желаю удачи, как говорится. Не меньше трех футов вам подкиль. А где Мариана Андреевна? Купается со своими этими. А что я могу поделать? Да уж теперь на Евгении Анегине главный человек. Мариша, ты что, прощаться не будешь? Что? Прощаться не будет! Олег Петрович, ты уезжаешь! Уже? Ты что, свою скотину распустила? Маришка, держи! Они же к берегу плывают! Держи! Подождите! Что же мы хотим делать? Мариша, Мариша, как уходи с моей пляжи плывут! Стойся! Остайся! Красиво клятся! Кто? О, те трое флосатных купальников. Чикрик! Ну, пошли, пошли! Теперь я из-за вас опоздаю! Он уйдет навсегда, я его больше никогда, никогда не увижу! Ну! Ах вы бессовестны! Иди, флосатик, иди! Я тебе что сказала? Ну! Молодец! Давай, давай, давай! Где? Где, где? Ушел! Опоздала! Чуть-чуть не успела! Ну, 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 ну что ты, Маришенька, встретитесь, уверен, что еще встретитесь, все у вас будет хорошо. Нет, дядя, чудес не бывает, кончено все, кончено. Да, она так стояла и рыдала, и у всей команды были слезы на глазах. Сам видел, вот такие слезы. Хотите верьте, хотите верьте, хотите нет. Силы броситься на тигров? Во!!! Во! 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 Продолжение следует...